Всем привет! Вы на канале «Все о звездах ТВ интересно знать». Представляем вашему вниманию Лолиту Милявскую и ее бывшего супруга, пятого по счету, который стал бомжом. Узнайте о всем этом в нашем ролике. После 9 лет брака муж Лолиты Милявский становится бомжом. Почему певица оставила бывшего супруга без крыши над головой? Дмитрий Иванов после 9-летнего брака с певицей Лолитой Милявской принял статус бомжа, так как бывшая супруга вынудила его выписаться из ее квартиры. Теперь пятый экс-супруг Милявской пребывает в статусе без определенного места жительства. Развод Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова произошел больше года назад, но все это время бывший муж имел прописку в квартире певицы, Чтобы добиться выписки мужа из своего жилья, Лолите пришлось обратиться в суд. Однако бывший партнер сам решил сменить регистрацию, не дожидаясь судебных разбирательств. О частых конфликтах экс-супругов Иванов рассказывал ранее. Однако пара подтверждала неоднократные попытки воссоединения. Но, к сожалению, удержать этот союз им не удалось. По словам адвоката Лолиты Милявской, пара разошлась в июле 2019 года. Пятый брак певицы продлился 9 лет. Позже Лолита сообщила, что союз был фиктивным. На данный момент бывший муж не претендует на живую площадь артистки. Где он на данный момент живет, совершенно неизвестно. Напомним, что не так давно Дмитрий Иванов попал в больницу с многочисленными травмами головы. Пока неизвестно, каким образом были получены эти травмы и увечья. Есть две неофициальные причины. Это участие в потасовке и последствия ДТП. Вот такие новости у нас на сегодняшний день. Всех благодарю за внимание. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если вы еще не подписаны на этот канал, обязательно подписывайтесь. Впереди еще много нового, интересного и увлекательного. А также подписка вас совершенно ни к чему не обязывает. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем желаю здоровья, счастья, любви, добра и мира. Всего вам самого-самого наилучшего. До новых встреч, до новых роликов. Всем всего доброго и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok